друзья всем привет 25 мая вести скажем так с полей как видите да у меня опять укрытия стоят так получилось что 23 число роковым стало для моих саженцев которые находятся в контейнерах и не только саженцев но и маточников я их не укрыла на ночь температуру обещали как и всегда за плюс то есть не было минуса но был реально минус почему я не укрыла потому что не было у меня моральных сил у меня были проблемы в семье были проблемы с собаками поэтому не было таких моральных сил вечером все это укрыть ну и видя температуру что она плюсовая я как бы понадеялась что это будет плюс в итоге это был минус утром я пришла посмотрела все свои растения в контейнерах это не касается тех растений которые сидят в открытом грунте они прекрасно перенесли небольшой минус а вот то что в контейнерах возможно то что не политы были изначально хотя у нас не было жары и не был совсем пересушен земляной ком он был пересушен только сверху то есть нижняя часть была влажная но тем не менее гортензии метельчатые подморозила подморозила прилично я ходила конечно здесь возмущалась но что тут возмущаться это только надо винить себя что я не сделала как и всегда делала делала укрытие вот в итоге получила результат вот сегодня у нас такая пасмурная погода она больше десяти градусов но она пасмурная и знаете у меня нет никакого желания даже это все открывать для того чтобы вечером потом опять закрыть очень поражает температура в мае то есть это могут быть дневные плюсовые до больше двадцати градусов а ночные могут быть минусовые поэтому растения вроде как и взбодрятся днем ночью опять они испытывают стресс сейчас так как пасмурно вот повторюсь не хочу открывать свои черенки вот сейчас я просто даже подойду посмотрю как они в каком состоянии и опять закрою не хочу открывать не хочу опять потому что представляете чтобы все это закрыть это час как минимум времени не тратится вечером чтобы все это накрыть обратно вот у меня очень сильно пострадал sunlight вот как говорят да там нет sunlight не подгорает все все подгорает подмерзает опять же это возможно связано именно с влажностью грунта как говорила вот татьяна вечное лето да грунт должен быть пролит для того чтобы гортензия метель что не подмерзла да у меня была такая ошибка грунт был суховат именно верхней части части горшка внизу он был влажный но тем не менее это не помешало подмерзнуть растением посмотрите вот если видно да в каком они состоянии состояние ужасное я очень была вчера вечером расстроена у меня и так как бы расстройства в этих числах и вообще у меня этот год полностью знаете не положительно полностью отрицательный поэтому у меня вот по поводу всего знаете падает всякое желание чем-либо заниматься собаки и растения все это ужасное то есть я переживаю потери переживаю очень сильно иммунитет и вообще все все на нервах нету никаких сил работать вот наблюдая сейчас у терапевта прописывает он мне определенные таблетки потому что у меня очень низкое железо железо именно отвечает за работоспособность за активность который у меня просто нет просто нет потому что видимо организм полностью иссяк и я не могу восстановить его вот вот sunlight не подгорает все подгорает у меня есть sunlight не подгорает подмерзает друзья извиняюсь и подгорает тоже потому что вот лист начинает по краешкам такой более светлый становиться если он сидит в открытом грунте они в горшке там конечно ситуация другая он более такой хорошенький а здесь надо именно следить конечно за поливом вот таком состоянии ужасном ужасном одна ночь одна ночь которую я не укрыла не хочется мне говорить почему я этого не сделала да я повторюсь что у меня питомник я собак держу да у меня была потеря которую морально очень сложно было перенести мусь отойти дай закрою вот и в этот в этот день именно было нет до растений я их не трогала а вот просто посмотрела понадеялась на погоду что она была немного плюсовая а в итоге оказался минус и все что было все вот эти черенки их прихватило конечно не только черенки но и маточники то что находилась в открытом грунте все более или менее но вот вчера я нашла все силы все прикрыла гортензии вот поэтому и сейчас даже не открываю потому что не хочу это лишнее мое время туда-сюда открывать закрывать тем более сейчас стоит погода не такая жаркая пасмурная и чуть больше 10 градусов то есть все вот в таком состоянии конечно же крупно-листную я всегда закрываю каждую ночь но вот пометельчатая вот такая ситуация очень в этом году весна ужасная то есть если в прошлом году это было майская жара в этом году это апрельская жара после апреля это холода в апреле все проснулось раньше чем положено все сейчас холода и все прихватывает абсолютно все ягодные вот у меня тут таминтоза тоже прихватила вот ветка вроде живая здесь все замерзшие ну это в этом году таминтоза даже не пытается выйти на цвет потому что здесь я по максимум оставила молодые побеги а все старое убрала малина 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 еще не цвела даже ну в общем очень многие культуры дерены в ужасном состоянии даже не знаю что показывать у меня есть определенные расстройства вот метельчатые стоят вчера я хорошо пролила знаете проливать то тоже что значит проливать не пролешь ледяной водой то есть это приходится набирать воду отогревать ее дома в течение полудня хотя бы и потом этой водой более или менее ну как бы теплой не ледяной со скважины все это поливать вот тоже подогнулись паны под замерзли вот они я думаю что так отойдут потому что верхушки вроде как целые вот видите листики прихватила листики прихватила потому что горшки были ну повторюсь туда это еще не пересаженные тут быстро очень пересыхать земляной ком его надо постоянно следить а у меня просто повторюсь что не было моральной такой возможности все это следить у меня немножко была другая направленность вот направленность то есть так как я занимаюсь животными у меня была потеря поэтому было не до растений так друзья на этой грядке это у меня ирисы карликовые смотрите красота ну тоже прихватила тоже прихватила морозы как одуванчики тут тоже красота тоже прихватила не успела снять но я успела сделать фото вот красивый тут одуванчик конечно надо как-то его отсюда убрать тут будет желтый ирисы у меня эти сидят очень давно это разводная грядка то есть как бы очень долго не здесь переживались очень многие не пасал не по сортую я получала с горшинки с питомника ну очень красивый конечно вот дальше вот один сорт ну смысле это не один сорт но он повторяется вот здесь вот он сидит и вот здесь вы знаете то же самое хотя под названием по другим этот совпадает по сорту очень красивый вот я их не предлагаю это такая трудная для меня культура чтобы ее как-то размножить ну в общем любуюсь сама закрою все говорю что у меня даже нет желание все это опять открывать ничего страшного с ними не будет у нас не жара ну всем нету на тушку легла не такая жара ничего с ними не будет под укрывным материалом вот все гортензии потом под укрывным все что в контейнерах кроме хвойных кроме примул все под укрывным материалом много еще работы на участке но у меня еще также много работы и дома чтобы там есть у меня определенная пересадка пересадка полуфабрикатов я также их пересаживаю немножко по другой технологии пока экспериментирую не буду делиться уже поделюсь по факту если мне этот метод понравится конечно же на огороде тоже очень много работы но пока нет у меня абсолютно друзья времени вот на этом все рада была пообщаться высказаться вот друзья на этом все всем пока